Забытое училище. Так будет называться книга об истории Симферопольского пулеметно-минометного училища, которое в 1941 году было эвакуировано из Крыма и размещалось на территории Саратовской области в городе Балакова. Презентация проекта прошла в научной библиотеке СГУ. Балаковский журналист и краевед Юрий Каргин решил воскресить практически неизвестный жителям региона эпизод Великой Отечественной войны и написать об этом книгу. С 1942 по 1944 годы училище произвело пять офицерских выпусков. Это около двух тысяч лейтенантов, которые ушли на фронт. Дальнейшая судьба многих из них не выяснена до сих пор. Самое интересное еще, то что даже в Симферополе о нем практически ничего не знают. Это связано с тем, что оно было сначала сформировано в 1939 году как пехотное, потом какое-то время интендантское, сюда оно приехало, стало пулеметно-минометным, вернулось туда, стало пехотным. И оно просто существовало недолго, то есть вскоре после войны оно было закрыто. И поэтому в Симферополе его историей тоже никто не занимался. И вот задачу, которую я перед собой ставлю, это восстановить историю этого Симферопольского пулемета-минометного училища. Я надеюсь, что в результате выйдет книга, которая будет интересна не только нам, но и крымчанам. Автор надеется заинтересовать своим проектом всех, кто может оказать помощь по сбору любой информации о выпускниках училища. Их биография, основные этапы военного и гражданского пути, награды. Книга может стать полезным и познавательным историко-справочным источником. И возможно, кто-то из нынешнего поколения саратовцев, россиян, найдет на ее страницах своего погибшего или пропавшего без вести родственника. Презентация данной книги дает действительно возможность открыть для себя целый пласт исторический. Я скажу, что исторический момент для нашего университета, то, что в библиотеке сегодня мы впервые вместе услышим о той эпохе исторической, которая связана с историей нашего региона и которую мы действительно сможем транслировать уже на территории всей нашей страны, в том числе и Республики Крым. Для нас, как для молодежи, действительно это важно. И важно не только в рамках Года памяти и славы, а важно в целом сохранять историю.